Продолжаем играть с Антоном. Бандикам уже привычно не хочет записывать видео, но мы его перебороли. Испанская партия. Доконив 6. Ферзь Е2. Антон пробует все боковые ответвления. Это называется World Attack, кажется, по-английски. И, в принципе, мне кажется, лучше сыграть слон С5 по мотивам архангельского варианта. Я не уверен, что ферзь Е2 расположен хорошо в контексте именно расстановки за черных в архангельском стиле. Д6. Ну и, как обычно, сказывается то, что я совершенно ничего не знаю. Уже смотрю здесь ход конь Х5, но это, конечно, грубая ошибка. За Д4 белые с темпом там заходят. Поэтому так играть нельзя. Возникает вопрос, как играть можно. Сыграю слон Б6. Беру слона из-под темпа. Младея Д1. Где Д1? Младея 8, видимо, конь Ж5. А6, Д4. Да, интересно. Видно у меня, скажем так, видно недостаточное понимание атаки Уоррла. Да, и Д4. И, конечно, я не могу брать, потому что там будет слон Д5 в конце вилка. Ну, с другой стороны, в принципе, а что такого плохого произошло? Ну, провели белые Д4. В целом, их центр под напряжением. Что ход слон Ж5, хорошая, сильно сомневаюсь, потому что если она сейчас уйдет, то я проведу Ж5. Потом возьму на Д4 и возьму на Е4. То есть, видимо, Антон будет жертвовать фигуру. Если он будет жертвовать фигуру, это уже совсем другая позиция. Наверное, очень плохая для меня позиция, откровенно говоря. Чтобы ладья белая через Д1 идет очень быстро. Печально. Так, что на ЕД? ЕД, Ферзи в Ти, Король Ж7. Кстати, не факт, что там все так плохо. Давайте сыграем ЕД. То есть, на Ферзи в Ти, естественно, надо воспользоваться связкой. Туда Король Ж7, ладья не идет через третью горизонталь. На самом деле, я не уверен. Фигура, это все-таки очень серьезно. Если сейчас белые не проведут матовую атаку, то это скажется. Самым неприятным для них образом в итоге. Посмотрим. В принципе, у черных все фигуры отмобилизованы как надо. Даже в итальянке, когда... В спокойной итальянке, когда белый жерт, не всегда это проходит. Единственное преимущество белых по сравнению со стандартной редакцией вот этой жерт, то, что ладья стоит на Д1, и может вот так вот перевестись. С другой стороны, у белых нет типичного плана с Ф4 и там Е5, потому что ладья, опять же, стоит не там, где надо. Вот для этого плана. Не знаю, ну... В первую очередь, надо Антону думать, а не мне. Вот он этим и занялся. Ферзь Ф3, Король Ж7, видимо, Ферзь Ж3. Да, кстати, может быть, это... очень приятно. Потому что там... Кунь Е4, Слон Е7 меня возьмут с шахом. Правда, я ДЦ возьму в конце. Давайте попробуем. Ферзь Ж3, Кунь Е4, Слон Е7, Кунь Ж3, Слон Ф8, ладья Ф8, ДЦ... ФЖ, ДЦ. Я еще забираю там. А если нет, тогда у меня... две фигуры за... то есть, две фигуры за ладью, да, но там должно быть очень хорошо, у черных. Мне кажется, можно так играть. Если я ничего не зеваю. Слон Е7, Кунь Ж3, Слон Ф8 и ладья Ф8. Антон уже поздно... уклоняться от этого. Надо так играть. Кстати, только сейчас я увидел идею. Даже не буду озвучивать куиде. Мне показалось, что можно пойти Слон Ф6, Король Ф6, Ферзь Ж4. У меня Сверх не защищен. Он, конечно, защищен. Можно под королем Ж7 вернуть. А в противном случае пришлось бегать Кунь Ж5, и там Ферзь Ж6, и там, кстати, уже не ясно. Может быть, Белый просто матует. Но Атоконтону придется брать на Е7. А что делать? Иначе уже две лишние фигуры. Придется брать на Е7. Ну, я не буду снова озвучивать все эти варианты, потому что сейчас это все равно случится в партии. Да. Ну, ФЖ безнадежно, то есть надо брать коня, но тогда... С одной стороны, две фигуры за ладью, с другой стороны, такие хорошие фигуры. И у Белых, Белым еще, скорее всего, недосчитается что-нибудь на Ферзь фланге, помимо того, что уже есть. Думаю, что объективно Черных выиграно. Конечно, надо стоить за тем, чтобы Белые не надвинули свой королевский фланг, но это не должна быть настолько сложной задачи. Ну, возьму на Ц3, наверное. Там сыграет конь Е2, а конь Ц3. Висит ладья, правда, не факт, что это была хорошая идея. С другой стороны, слон Д4 есть фиксирующий ход. Удачный. Все, что Черных требуется, это привести в движение вот эту вот армаду пешек. Если она придет в движение, то партия закончится. Да, Ж4 немножко не пьет, потому что тебе грозит Ж5. Вот я могу конь Д4 просто пойти, а там правда Ж5 все равно. Почти было... чуть было не попался в эту микро-ловушку. Да, противно. Немножко не то, что хотелось бы. Придется играть Б4, что ли. Фиксировать. Это коня другим способом. На Ж5, слон Е5. Не очень мне нравятся последние изменения. Чем дело, могут А3 попытаться провести. Но, с другой стороны, конь на Д4 будет зверски сильной фигурой. Должно быть выиграно. Черных меньше проходных, но и тех, которые у них уже есть, должно хватать. Сиграю, наверное, просто Ц5. На АБ, ЦБ возьму, отдам здесь, но... Это дело даже уже не в этом. Это с такими конями одна пешка должна быть решающим фактором. Ну, я надеюсь. На самом деле, не факт. Ладно, возьму, пока у меня план был такой. Ладья Б8. Пойду, и теперь хочу надвинуть пешку. Белые могут успеть Ладья А1 сыграть, кстати. Ладья А1, кунь Б3. Ладья А1 не сыграешь. И тогда вот этот план с надвижением Б4, Б3, Б2 может быть очень опасным. То есть, если бы белые сейчас могли бы отдать ладью за коня и пешку, то, наверное, уже было бы для них счастье, но я не вижу, как им это сделать. К сожалению, нет хода Ладья А1. Да, но тогда... Тогда, мне кажется, никаких шансов. Сейчас Антон подумает и, скорее всего, признает свое поражение в этой партии. Ну да, действительно, по-моему, что пешка Б8 проходит. Спасибо за партию. Интересно получилась практическая заварушка. Также всем спасибо, кто посмотрел эту битву. Надеюсь, что матч продолжится совсем скоро, через несколько секунд. А пока всем спасибо еще раз за внимание. Играли Никита Петров и Антон Майдель.